Что ожидает экономика Украины в ближайшем будущем? Какую роль в этом отыграют страны таможенного союза? Нам рассказал экономический эксперт Всеволод Степанюк. Если говорить о состоянии украинской экономики сейчас, какова роль в возобновлении ее может отыграть таможенный союз Беларусь-Казахстан, которые уже заявляли о том, что они заинтересованы в развитии торговых отношений с Украиной? Действительно, и в Украине на ближайшее время нет альтернативы, как сотрудничать с таможенным союзом. Но, к сожалению, нынешняя власть взяла антироссийский, антивосточный курс, и, в общем-то, курс больше проамериканский. И отсутствие каких-то программ сотрудничества и сближения, оно имеет не экономическую, а сугубо политическую причину. Таможенный союз, конечно, он мог бы дать Украине возможность, грубо говоря, заработать деньги для развития. Пример этому Беларусь, которая, в общем-то, не имеет никаких ресурсов, но, тем не менее, уровень жизни, где выше, чем в Украине, довольно-таки существенно. Что делает Беларусь? Оно просто использует Россию и Казахстан как сырьевую базу, перерабатывает их сырье и продает ее на мировых рынках. И за счет этого очень хорошо развивает свою экономику. Возможно ли такой сценарий для Украины? Все-таки у нас есть тоже какое-то свое сырье, которое могло бы позволить зарабатывать на экспорте. Здесь не то же самое, что Беларусь, но такой сценарий подошел бы? Для Украины сценарий использования России как ресурсной базы, он не просто подошел бы, он очень желателен. И то, что Украина от него отказывается, кроме как предательством национальных интересов, назвать трудно. Поэтому, более того, во времена СССР предприятия Украины как раз и строились как перерабатывающие предприятия, скажем, сибирские сырье и так далее. То есть без этой ресурсной базы предприятия Украины в принципе не конкурентно способны ни в Европе, ни в других странах мира. То есть на каких сектора нам стоит делать упор и как в этом случае повысить инвестиционный климат, улучшить его? Ну, улучшить инвестиционный климат – это есть классика. Это есть мировой экономический форум в Женеве, который опубликовал критерии, по которым считается уровень и качество инвестиционного климата. Их там больше трехсот, но основные сводятся к рынкам, то есть к развитию рынков для страны, к развитию инфраструктуры, к развитию законодательной и правоохранительной системы и к развитию человеческого потенциала. То есть вот это вот такие агрегированные группы показателей, которые оцениваются и по ним ежегодно публикуются рейтинги стран по конкурентной способности и так далее. То есть нет ничего проще, как почитать эти показатели и принимать какие-то меры по тому, чтобы эти показатели в Украине улучшались. Но для того, чтобы улучшить эти показатели, нужны инвестиции. Откуда их брать сейчас? Ну, действительно, я думаю, вот до Майданных событий Украина по результатам 2013 года была в рейтинге конкурентной способности 92-й, что было ниже, чем республика Иран, против которой весь мир ввел экономические санкции, блокады экономические и так далее. То есть мы были хуже, чем блокадная страна. Ну и сейчас я думаю, что конкурентная способность где-то на уровне Сомали или Ливии, а может быть и ниже, потому что в Ливии хотя бы есть нефтегаз. Что нужно сделать? Нужно, по большому счету, навести порядок в головах прежде всего украинцев, которые пытаются постоянно сделать что-то невозможное, не понимая, что это невозможно. Но стоит ли ждать возобновления экономики? Ведь сейчас ситуация такая, что единственный путь — это только верх. Нет, еще можно вниз, зима покажет. Вот зимой это будет, наверное, дно. Вот уцелеет ли страна после этого, я не знаю. Правда в том, что если в ближайший месяц украинское правительство не договорится хотя бы о возобновлении поставок газа, то я бы ставил под сомнение, скажем, то, что страна перезимует в нынешних границах. Возможно, какие-то реформы направлены на то, чтобы повысить инвест-привлекательность и, может, в той же сфере энергетики как-то перестроить систему поставок газа. То есть что-то же можно сделать для того, чтобы сейчас было лучше? Ну, систему поставок газа, конечно, перестроить можно, но для этого нужны достаточно крупные инвестиции и достаточно долгое время, чего нет ни того, ни другого в условиях Украины. По поводу улучшения инвестиций, ну, для улучшения инвестиций надо хотя бы закончить войну, потому что, ну, какая может быть инвестиция в условиях военных действий, в условиях правового, я бы сказал, даже не нигилизма, а беспредела абсолютного, который начался еще в 2004 году на самом деле. Вот. То есть инвест-привлекательность, кстати, с того же 2004 года, она только падала. То есть Украина постоянно снижалась в рейтингах. Поэтому и основные вещи инвест-привлекательности, это первое, это, во-первых, должны быть понятные правила игры, стабильная законодательная база. Она может быть как угодно плохой, но она должна быть стабильной, не может меняться, скажем так, правило налогообложения по три раза на финансовый год. Такого быть не может. Это непонятно нормальным финансистам, нормальным руководителям предприятий. И второе, конечно, должна быть хотя бы относительно честная правоохранительная система. Потому что, как говорил один мой знакомый иностранный адвокат, то у вас неплохие законы, но у вас нет суда. То есть, а когда в стране нет суда, то любые законы, они не действуют. Вот в чем правда. Хорошо. Если такой пример, как Франкл Темплтон, который вкладывал в украинские ценные бумаги, даже на фоне того, что были кризисные явления в экономике Украины. Это же тоже своего рода инвестиции в развитие страны. Я не думаю, что это инвестиция. И скупка ценных бумаг точно не... Ну, это как бы формально считается инвестицией. Но для страны это больше плохо, чем хорошо. Почему? Потому что один фонд фактически стал держателем украинского долга, значительной его части украинского долга. И он будет иметь влияние именно уже на политические решения. Так как страна катится к дефолту, скажем так, семимильными шагами, то во время создания клуба кредиторов фонд будет заявлять свои очень существенные права быть в этом клубе и диктовать стране условия. То есть, я думаю, что эта скупка носила больше политический характер. И, возможно, за этой скупкой даже стояли и украинские некоторые лица, приближенные к президенту и так дальше, к бывшему президенту. Поэтому экономического смысла скупка этих ценных бумаг не имела вообще никакого. Что получит экономика Украины от своей восточной направленности, нам рассказал Всеволод Степанюк. Помещение для съемки предоставлено компанией «Регус». Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенца. Специально для Дука Скопи ТВ из Киева.